Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» отвечаю на ваши вопросы. Я брезгую целовать руки священникам. Является ли это обязательным? Я вам сейчас больше скажу. Сейчас обязательным является не целовать руки священникам в связи с болезнями, распространившимися и передаваемыми через прикосновение к устам, чего бы то ни было, даже если это рука священника или святая икона. Тем не менее, технологии действия вируса не меняются. Он не страдает никакой разборчивостью и равным образом может передаваться через такие контакты и в Храме Божьем, и в больнице, и в поликлинике, и в магазине. Поэтому дистанционные благословения или достаточно привычные для многих благословения священника, в окончании которого он просто прикасается рукой к голове благословляемого, сейчас как раз в порядке вещей. При этом, если такая болезнь у вас существует, в принципе, брезгливость к прикосновению к всякой святыне, то это вполне здоровое, конечно, духовное состояние, поскольку оказывание почестей, поклонением, благословением святынь, это составляет, в общем-то, вполне здоровое и естественное дело для верующих. Чего здесь может вам не хватать? Понимание того, что Бог и Его благодать есть источник жизни, а не находятся в зависимости от каких-либо иных внешних причин. Потому к святыням люди припадают как раз с желанием получить от них исцеление души и телу. Но это возможно, конечно, только в том случае, если мы понимаем, какова власть за ними, за этими святынями стоит, какова сила, делающая останки людей святыми мощами, изображение художника святой иконой, руку священника, благословляющей десницей. И когда укрепится в вас вера, то, конечно же, и поклонение, и лабезание святынь православных будут у вас делом, сопровождающимся самым большим расположением, вожделением, упованием, аппетитом, а не брезгливостью, отчуждением и недоверием. Так что установленные в церкви порядки, дай Бог, минует это время особой встревоженности и необходимых профилактических мер, бесконтактности требующих, то и, надеюсь, и всеобщая традиция прикладывания к руке священника, к чаши, после причащения святых Христовых Таин к нашим святыням, к иконам, к святым мощам, вернуться в свое полнокровное, полноценное присутствие в нашей жизни. Ну а для того, чтобы вам не оказаться за бортом этого благоговейного поклонения, которое совершается для нас всю жизнь, мы просыпаемся перед иконами и отходим ко сну, облабызав крестик, либо свой нательный, либо тот, что у нас рядом с иконами хранится, и посещая храм, мы радуемся, что появилась возможность оказаться пред иконой какой-нибудь для нас дорогой, чтимой, совершить перед ней земное поклонение, приложиться к ней с любовью и благовением. Это, пускай, придет в ваше сердце как потребность, но будет это в процессе укрепления вашего в вере христианской. Для этого нужно читать Евангелие, для этого нужно исповедоваться, в том числе в своем маловерии почаще. Для этого нужно читать святых отцов, их наставления, чтобы передалось нам тепло их веры, чтобы мы, утвердившись в сердце своем, в уповании на Господа и пред святынями его имели бы яркое, ясное и светлое чувство любви и потребности, а не брезгливости, о которой вы пишете.